Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы благодарить организаторов Анну Николаевну за предоставленную возможность выступить на этой конференции. Мой доклад будет посвящен телереабилитации в нашем центре, нашему опыту. Свою работу мы начали при поддержке в свое время Ирины Геннадьевны Каргальской в рамках гранта. Сейчас мы шагнули дальше. Итак, реабилитационные мероприятия в рамках телемедицины. Первое – это лечебная физкультура. Лечебная физкультура является универсальным методом реабилитационным, который возможно применять на всех этапах лечения онкологического пациента. Все зависит от специфики этого пациента. Мы все знаем, что уже появились достаточно весомые статьи в международных онкологических журналах, которые указывают на то, что повышение физической активности у онкологических пациентов влияет на общую выживаемость. Поэтому лечебная физкультура – это универсальный метод, который мы применяем на всех этапах лечения, просто в различные нагрузки. Также это обучение техники лимфодренажного самомассажа с целью профилактики развития лимфодемы конечностей, консультирование по самоконтролю лимфатического отека, коррекция правильного стереотипа движения ходьбы. Это обычно наши пациенты или пациенты из регионов, которые подверглись либо эндо- или экзопротезированию. Также эта работа в рамках телемедицины возможна, она эффективна. В рамках этой работы сначала происходит несколько диагностических процедур, в которых мы просим выполнить определенные упражнения. Специалист на экране оценивает нарушения и формирует уже упражнения. Подбор упражнений для самостоятельного выполнения. Работа с послеоперационным рубцом, мобилизация шва. Это обычно пациенты после комплексного или хирургического, или комплексного лечения по поводу рака молочной железы. Многие из них сталкиваются с нарушением объема движений конечности, огрубением послеоперационного шва. Также эта работа возможна в рамках телемедицины, в рамках индивидуальных консультаций. Также в рамках лечебной физкультуры и физической активности мы формируем адаптацию к бытовой нагрузке с коррекцией моторного контроля. Также у нас есть так называемое экспертное мнение врача-реабилитолога или дистанционная телеконсультация врача-реабилитолога. Целью этой консультации является оценка общего онкологического статуса пациента. Так как пациента мы физически можем не видеть, нам нужно понимать, на каком этапе лечения по поводу онкологического заболевания он находится. И если это лечение завершено, насколько адекватно выполнено контрольное обследование и как вообще пациент наблюдается. Потому что онконосторожность у нас как бы на первом месте при формировании реабилитационного плана. И в случае выявления нарушений по объему контрольного обследования мы вынуждены сообщить пациенту, что он должен дообследоваться. Мы должны исключить или актуализировать просто онкологический статус для того, чтобы сформировать адекватную реабилитационную программу не в ущерб лечению онкологического процесса. Также эта услуга подразумевает определение возможности проведения реабилитационных мероприятий по месту жительства в регионе. Это зависит от региона. При необходимости описания реабилитационных методик формирования реабилитационного плана. Это когда, например, пациент с формировавшейся лимфодемой конечности обращается к нам за мнением, но не имеет возможности к нам приехать. А мы, в свою очередь, в рамках телемедицины не можем ему помочь. То есть тут нужно очное участие, проведение ручного лимфодренажного массажа по именной методике. Мы просто описываем метод, который мы используем для лечения лимфодемы. И таким образом человек получает информацию более конкретную для того, чтобы в своем регионе, в своем городе, может быть, в каком-то региональном центре найти специалиста, который этими методиками обладает. Считаем это тоже своим некоторым достижением, потому что не все обладают данной методикой. Четвертое – это консультирование пациентов о возможности санаторно-курортного лечения. Это тоже достаточно сложный аспект. Мы сейчас живем в той реальности, когда законодательно санаторно-курортное лечение онкологическим пациентам не противопоказано. Да, есть определенные физические факторы, определенные физиопроцедуры, которые не показаны при наличии онкологического диагноза. Но это уже частная история, которой нужно разбираться. Как Ирина Геннадьевна сказала, у нас есть некоторые проблемы с этим, когда специалисты в регионах отсекают сразу же возможность санаторно-курортного лечения при наличии онкологического заболевания. Это не так. Мы предлагаем пациентам показать нам, какая путевка в какой санаторий и что входит в эту путевку, какие физические факторы воздействия в ней прописаны. И, соответственно, даем ответственное заключение о возможности проведения тех или иных процедур. Или, наоборот, говорим, что вот в этой области, скомпрометированной опухолевым процессом, не показано проведение тех или иных физиотерапевтических процедур. Категории пациентов. Пациенты у нас, первая категория, это пациенты, проходившие лечение в нашем центре. У нас реабилитация в нашем центре начинается с первого этапа, с ранней реабилитации. Все зависит от отделений. Где-то она происходит в рамках программы «Фасттрек». Это ранняя активизация в первые сутки после операции, где-то позже. Но все пациенты, подлежащие у нас хирургическому лечению, подвергаются ранней реабилитации и активизации. Просто в разные временные сроки. Дальше, если говорить, самая такая яркая группа пациентов, это пациенты, получающие лечение по поводу рака малышей железы. Они получают раннюю реабилитацию на отделении, в хирургическом отделении. Далее, часть из них, которая далее идет на лучевую терапию, имеет возможность, опять же, очных занятий лечебной физкультуры и вообще с реабилитологом в рамках дневного стационара. А далее мы предлагаем им участие в нашем телемедицинском проекте. Первые три месяца они могут заниматься бесплатно. Мы формируем группы и проводим с ними занятия. Далее, если у пациентов есть эта востребованность, обычно это формируется группа за три месяца такая убежденных этому процессу. Поэтому мы считаем, что это имеет место быть, такой вариант решения проблемы. Также это маломобильные пациенты, проживающие в Санкт-Петербурге, которые просто физически не могут к нам в Песочный по объективным причинам приехать. Это могут быть даже пациенты не онкологические, как таковые. Они могут заниматься с специалистом по лечебной физкультуре дистанционно. Ну и пациенты из регионов, которые хотят получить квалифицированную реабилитационную помощь, реабилитацию с оглядкой на лечение онкологического процесса, они также могут к нам обращаться. Единственное, что такие пациенты будут сначала консультированы. Нужно будет провести экспертное мнение реабилитолога, опять же, для того, чтобы исключить все возможные нарушения в динамическом наблюдении за больным. Ну и главным тезисом мне бы хотелось сказать, что телемедицинские технологии позволяют нам, нашей команде мультидисциплинарной, сохранять преемственность реабилитационного процесса, даже когда пациент от нас уезжает к себе в регион. Мы считаем это важным, потому что даже просто своевременное выявление такой очень частой проблемы, как лимфодема конечностей при помощи телемедицины, считаем это достаточно таким своим достижением, потому что чем раньше эта проблема выявляется, тем меньше времени и трудов пациенту нужно для ее решения. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...